Я Катя Скворцова. У меня есть кулинарный диплом и острый нож. Диплом лежит у мамы, а с ножом мы общаемся. Я люблю готовить и не успеваю есть. Подсмотреть, попробовать, проверить и додумать. Лучший рецепт тот, что придумала сама. Даже те, кто много работает, могут отдыхать на кухне. Если ужин быстро нужен, импровизируйте. Так поступают настоящие супергерои. Но у каждого супергероя есть хорошо подготовленная база. Моя схема. Конструктор ужинов. Это мой секрет. Идеальная схема для ежедневных, быстрых домашних ужинов. База гарнир-соус. На базе может быть говядина, курица, рыба или свинина. В качестве гарнира вы можете взять картофель, пасту, рис или фасоль. И, наконец, соус сделает это блюдо идеальным, супергероическим. Грибы, томаты, вино или соевый соус. Что вдохновляет вас сегодня? Что есть у вас сегодня? Вот чем нужно руководствоваться при создании хорошего, быстрого домашнего ужина. В качестве базы курица. На гарнир будет картофель. Сделаю отличное пюре. И томатный соус. Почему бы? Нет. Сегодня меня вдохновляет именно это. Три универсальных ингредиента, три компонента. А чем вы будете наполнять их, решайте сами. Я не люблю думать рецептами. Я люблю думать тем, что у меня есть в холодильнике. Это мышление такое, может быть, оно не очень высокое. Но это мышление быстрой хозяйки. Мышление продуктами. У меня есть куриные крылышки. Как приготовить куриные крылышки? Да, можно пойти сейчас в интернет и найти миллион примерно рецептов того, как они готовятся. Можно. Но у меня есть свой, собственный, авторский, изобретенный. Случилось это после того, как мне попалась вот эта вещь дома. Это шприц, медицинский шприц, которым можно сделать следующую вещь. Можно замариновать куриные крылышки с помощью такой вот практически медицинской процедуры. Для чего это нужно сделать? Я собираюсь приготовить сегодня такие крылышки табака, как цыпленка табака. Но это будут крылышки табака, потому что все-таки для цыпленка табака требуется больше, чем полчаса, больше, чем час. Хорошо стоит курица на плите, но достаточно долго. О, как пуляется. Солить курицу в данном случае не нужно, потому что соевый соус достаточно соленая штука. Прекрасно его замаринуют. Так. Если вам кто-то мешает, можно, в общем, так пах-пах-пах пугать людей, которые мешают вам делать ваше дело на кухне. Все, он мне больше не нужен для того, чтобы никто вдруг не пострадал. Закрываем его, и отправляется этот шприц в мусорку. Итак, крылышки табака. Вы помните, что главный секрет приготовления крылышек табака – это сковородка. Я помню из детства, и мне всегда об этом говорил ни один человек, ни одна мама и ни одна свекровь, что самый главный секрет приготовления цыпленка табака – это специальная сковородка. Если у тебя нет этой сковородки, вообще просто забудь про этот рецепт, никогда не делай. Не берись, деточка, за это. Но, я же упрямая, ну как, как, я не могу приготовить цыпленка табака? Ну как это возможно? Ёшкин кот, я не хочу жить так, чтобы у меня были какие-то ограничения. В общем, у меня своя собственная кастрюля, я даже не знаю, как назвать, какая-то жуткая конструкция для цыпленка табака. Я наливаю воду в большую кастрюлю, выбираю достаточно просторную сковородку, где я сейчас очень удобно, очень уютно расположу свои прекрасные крылышки, а кастрюля, наполненная водой, будет тяжелым таким вот гнетом. И не нужна никакая закручивающаяся чугунная крышка, специальная сковородка, где-то же ее нужно покупать, что-то с ней нужно делать. Вот, вот это весит супертяжело. Смысл цыпленка табака, или в данном случае крылышек табака, в том, что они готовятся под прессом, под гнетом. Я хочу их завернуть, вот такие вот, можно сделать штучки с ними, такие сердечки. Кладу кожей вниз. Сковородка сейчас еще не очень разогрелась, но это не страшно. Они будут стоять и жариться, вот просто до самого окончания приготовления всех остальных компонентов ужина. И мне нравится, что в этом рецепте соединяются такие, ну, воспоминания, можно сказать, о детстве, да, цыпленок табака, и какие-то новые технологии, шприц и тяжелая кастрюля. Ну, давай, разогревайся чуть побольше. Он будет вам скворчать, шуметь. Вам будет казаться, что единственную вещь, которую вы хотите сделать сейчас, это выключить эту сковородку и съесть колбасы сегодня на ужин с пюре. Но поверьте, нужно просто пережить этот момент чада на кухне, и будет очень вкусно. Пюре приготовлю сегодня из картофеля. Конечно, пюре бывает разное. Его можно сделать, допустим, из фасоли. И это тоже, в том числе, ингредиент моей универсальной схемы конструктор ужинов. Но сегодня мне хочется картофельного пюре. Ну, хочу я. И смотрите, чем мне нравится схема конструктор ужинов? Тем, что все эти компоненты, в принципе, взаимозаменяемы. К крылышкам табака с томатным соусом может подойти и гарнир из красной фасоли. Пожарьте его с луком, например. Или пюре из зеленой фасоли, или пюре из красной фасоли, из белой фасоли. Мне кажется, что самая важная вещь на кухне – это импровизация и такая свобода. Потому что, когда мы начинаем думать рецептами и идти по книжке, ну, это не то. Кулинарные книги – это всего лишь помощник. Это никак не учебник, это никак не база, это никак не основа основ. Это всего лишь способ найти новую идею. Потому что иной раз так посмотришь в кулинарной книге какой-нибудь рецепт и думаешь, а что, если сделать это из свинины, например? А почему бы не сделать курицу или, в данном случае, цыпленка табака с соевым соусом? Но делают же маринады из соевого соуса. Давайте попробуем взять и вогнать этот соевый соус под кожу с помощью шприца, например. В общем, я за импровизацию, за свободу. У меня на кухне кулинарная демократия. Разрезаю самым простым способом. Буду варить пюре, буду варить картофель. Буду варить картофель вместе с чесноком. Рецепт, в общем, не предполагает каких-то особых кулинарных изысков, но мне понравился этот совет. Потому что чеснок, ну, например, мой муж не очень любит чеснок. Я очень люблю чеснок. И мы с ним все время спорим по поводу того, сколько чеснока должно быть в том или ином соусе. Насколько это оправдано. Я ему говорю, дорогой, это чесночный соус. Он говорит, хорошо, а можно мне что-нибудь другое, например? Я говорю, хорошо, тогда я сделаю тебе чуть иначе. Совет мне дала моя мама. Она мне говорит, ну, так почему бы тебе не взять и не отправить чеснок, раз ты его так любишь, в пюре? Добавь его при варке картофеля и не добавляй его в соус. Или добавь его чуть меньше. Пусть это будет не так много, но тем не менее он будет. Я проверяла. Действительно так получается. Нужную ноту чеснок сообщает. Но при этом нет вообще никаких проблем с тем, что он такой вот какой-то яркий. Но если крылышки табака, если мамина заправка с чесноком, то тут чеснока должно быть очень много. Уж извините, простите, но чеснока будет много в этой заправке. Так, эти два зубчика вот сюда. Значит, что мы делаем сегодня с соусом? Чесночно-томатная заправка. Для этого чесночно-луково-томатная заправка. Три, в общем, ингредиента таких основных. И еще в качестве дополнения будет парочка специй. Лука нужно сюда много. В том числе, как и чеснока. Ну, смотрите, тут, опять же, импровизация. Если у вас будет в соусе одна луковица или половинка луковицы, а у меня две, это не значит, что ваш соус будет невкусным. Это значит, что ваш соус будет вашим, а мой соус моим. Я ем свой, вы свой. Вы делаете так, как удобно вам. Из того, что есть у вас сейчас. То, что любите вы. Рецепты – это очень условная вещь. Это вещь, которая создана нам в помощь. Это некий ориентир. Все остальное мы делаем сами. Так, чеснок тоже нужно почистить. Можно добавлять, кстати, в этот томатный соус все, что хотите. Конечно, молоко, наверное, не стоит сюда добавлять, хотя есть и такие рецепты. Но тогда без лука и тогда без чеснока. Потому что вот иной раз накупишь какой-то ерунды в пакетиках и думаешь, господи, а что же я с этим собиралась делать? А когда я собиралась с этим делать? А нужно ли мне это или не нужно? Так, значит, сейчас я переверну все-таки курочку. Вот эта вода. И посолю заодно раз. Ты тут так волнуешься. Так, картофель. Все, можно тебя открыть. Вот как вы аккуратно тут все сложились, мои конвертики. Треугольнички фактически. Так, возвращаем прекрасную композицию. Мне кажется, недостаточно все-таки тяжелые, но ладно. Так, значит, с луком. Лук в этом соусе проходит несколько стадий. Во-первых, нарезки. Во-вторых, он немножечко будет спассирован в сливочном масле и в растительном масле. А потом его можно еще вместе с томатами, когда он уже соединится, можно будет его перебить в блендере. Поэтому тут вопрос, нужно ли его прямо идеально нарезать или не идеально. Если вы не собираетесь перебивать в блендере и любите кусочки лука, то тогда постарайтесь с нарезкой. Если не собираетесь этого делать, все равно. С луком работаем быстро, иначе он заставляет людей плакать. Я не люблю, когда вы плачете, мэм. Остатки можно вот так вот тоже изрубить. Никаких потерь на нашем фронте кулинарном. Нет, он все-таки сделал со мной это. В общем, блендер будет сегодня, я чувствую, в моей жизни. Теперь мне нужна хорошо разогретая комфорка. Прямо до девятки, до восьмерки, до десятки. Что у вас есть, смотрите сами. Кастрюля с достаточно большим широким дном, потому что лука много. Он должен хорошо, просторно разместиться на всей поверхности этой самой кастрюли. Еще мы добавляем сюда масло, сливочное и растительное. Потом его будет чуть больше, его можно, в общем, подливать. Но сейчас вот этого будет более чем достаточно. Так, пусть оно разогреется. В это время обработаю чеснок. Его тоже можно порубить достаточно произвольно, потому что я собираюсь использовать блендер. Лук и чеснок проходят разные стадии обработки. Чеснок должен, лук должен сначала пожариться в смеси этих масел. Ну, давай же мне, давай же мне огонь, дай огня. И отправляю сюда мой грубо нарезанный лук. Неважно, как он выглядит, он просто нарезан. Я собираюсь измельчить его в блендере и сэкономить в себе силы, время, наверное, даже деньги на ужин в ресторане. Так, лук должен пассероваться, то есть приобрести небольшой такой золотистый оттенок. Сейчас я добавляю сюда чеснок и чуть-чуть горячей воды. Чеснока много. Жарить чеснок не нужно. Вот в этом смысл, в этом рецепте, в этом подходе к соусу, что вы не жарите чеснок. Как говорил один мой знакомый, никто на свете не любит запах горелого чеснока, но так и есть. Я с ним совершенно соглашусь. Не надо доводить до такого состояния. Картофель готов. Его можно убирать с огня. Убирать из него лишнюю воду. Ты пока выпаривайся. Так. Все, пусть ждет своего часа прямо здесь. Сюда отправляются томаты. И вот это дело начинает просто выпариваться. Если вы выбираете на завершающем этапе производства этого соуса блендер, то тогда всего этого не будет видно. Не будет заметно. Мне кажется, что не нужно делать на кухне лишних действий, которые вам потом не потребуются, не понадобятся. Страшно стараюсь всю свою сознательную женскую жизнь каким-то образом придерживаться этого правила. Ну, какие-то вот для себя вырабатываю вещи. Какие-то с какими-то только справляюсь. Для того, чтобы приготовить пюре, мне нужна, в общем-то, исключительно картошка. Но сегодня я хотела бы добавить в него корнюшоны и сделать его красным с помощью томатной пасты. Корнюшоны что-то такое европейское, конечно, потому что наши огурцы – это огурцы мощные, богатырские. Есть в этом российский родной простор и такая былинность, огромность. Я хочу нарезать их вот на такие кусочки. Сильно мелко не нужно, потому что все-таки они должны чувствоваться в пюре. А сильно крупно тоже не нужно, потому что пюре горячее, и огурцы должны успеть, ну, каким-то образом прогреться для нужного состояния. А кусочки корнюшонов, оставшиеся корнюшоны, можно тоже еще в качестве такого украшения положить рядом с собой. Так, ну и укроп. Моя любимая вещь – недооцененная совершенно приправа на кухне. Мы в какой-то момент его совершенно разлюбили, и все, нам нужна какая-нибудь рукола, какая-нибудь там мяута, базилик. Вот, родной российский укроп. Как он пахнет, какая в этом свежесть. Так, все, укроп подготовлен, это можно все уже убрать. Есть еще две приправы для этого соуса, но к ним до них дойдет чуть попозже дело. И вот здесь вот важен лавровый лист. Вот здесь он прямо будет самое то. Вот на этом этапе его можно добавить, он как раз нужную ноту отдаст. Пюре. Я готовлю его исключительно со сливочным маслом. Не люблю молоко в пюре, потому что, во-первых, тогда нужно подогревать еще и молоко. Потому что если залить пюре холодным молоком, оно будет просто холодное пюре. Такое мне не нравится. А масло, оно как-то очень быстро расползается по пюре. И, в общем, они так дружат. И здесь, мне кажется, экономить не нужно. В общем, пюре не самый дорогой гарнир. Все-таки не пюре из омаров, а пюре и пюре. Так. Так, ну, готово. Наконец-таки я все это дело перебила. Блендер мне понадобится еще раз, поэтому он отправляется в мойку. И тут, знаете, хороший вопрос, как разогревать пюре на следующий день. Я не люблю делать много гарниров, но если уж такая оказия случилась и есть достаточно приличное количество картошки, которую вы можете использовать на завтра, то его можно разогреть достаточно интересным способом. Во-первых, некоторые его, ясное дело, жарят просто на сковородке. Но я так делать не люблю, потому что оно просто пригорает таким образом. Если же поставить пюре на водяную баню, все получится. Вообще просто без прикрас. Будет идеально. И ничто не пригорит. Так, мое пюре готово. Сюда отправляется большое количество укропа. Сюда отправляется и корнишоны нарезанные. Все это дело перемешивается. И для того, чтобы сделать его красным, я добавлю сюда немного томатной пасты. В принципе, оно уже прекрасно, но уже не белое пюре. Не обычное такое скучное белое пюре. Так, соус в этот момент уже практически дошел. Он приятно пахнет. Сейчас я сделаю с ним такую же вещь, как я сделала с пюре. Только добавлю в пюре томатную пасту. Раз уж мы хотели добавить ему красноты. Можно даже особо не перемешивать. Получается такая хорошая спираль из цвета. Отличный гарнир в том числе и для любой свинины, для любой говядины. Для курицы будет он хорош. Так, все. Оставляю ложку здесь и занимаюсь прекрасным соусом. Все, пюре подогревается. А здесь сделать следующую вещь. Выбросить лавровый лист, поскольку я собираюсь использовать блендер. Отправить его вот в эту часть кухни для перебивки. А вот здесь, на этой конфорке, я немножечко прогрею специи. Это тмин. Поскольку это приправа и специя, очень подходящая к картофелю. Прямо очень любит ее картофель. Мне кажется, что его стоит разогреть, чтобы вызвать в нем теплые ноты. Так, это дело тоже пюрируем. Так, ну что, последний лук разбит. Итак, консистенция у этого соуса такая, пюреобразная. Да, у меня получается фактически два пюре в сегодняшнем ужине. Одно в качестве гарнира, а другое в качестве соуса. Ну и что? Я люблю какие-то рифмы. Мне нравятся эти сочетания. Это такая консистенция. Если вам нравится менее густой соус, вы можете добавить туда, пожалуйста, воды. Только прошу вас, умоляю вас, горячий. Немножко каенского перца. Да, будет остро. Ну и что? Это приятно. И вот такого перца тоже. Чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Посолим. Перемешаем все. И, собственно, можно сервировать. Вот и все. Делов-то. Консистенция у этого соуса идеальная, как я хотела. Вот видите, при пюрировании, при использовании блендера, получился соус таким даже оранжевым. Если его не перебивать, он не будет так. Отлично. Ой, хороший. Ой, острый соус. Прекрасный. Так, ну что? Курочка. Никто там ко мне не приклеился. Что мы делаем? Мы берем две тарелки. Сначала пюре. Сделайте это легко, изящно. Так. Пюре много не бывает. Было бы больше томатной пасты, оно было бы краснее. Тоже вариант. Так, теперь курочка. Крылышки. Посмотрите, как приятно получилось, как они хорошо зажарились. Какое хорошее дело вообще. Все пуляется. Ну что, по три или по два? Конечно, по три. Это очень вкусная вещь. Ее нужно много. Да. Чтобы два раза не ходить. Так, и, наконец, соус. Можно положить его рядышком в креманке. Можно просто вот так вот на крылья. Можно сбоку. Как вам больше нравится. Пожалуйста. Ну и, наконец, еще парочка украшений. Парочка огурчиков. И помидорки черри. Сегодня много красного цвета. Мне нравится так. Так. И вот так. Ну что, если ужин быстро нужен, я пользуюсь универсальной схемой конструктор ужинов. База гарнир соус. 12 ингредиентов. Выбирайте что-то из каждой колоночки базы гарнир соус. Все, проблемы с ужином просто решены. Цыплята табака. Крылышки табака. Такая легкая вариация. Томатное пюре, сделанное из картофеля, томатной пасты, корнюшонов и укропа. И, наконец, соус из протертых томатов, лука и чеснока. Попробуем, что получилось. Вообще, конечно, крылья нужно есть руками. Я постараюсь не нарушить эту систему. Немножко пюре. Хорошее сочетание. Такой кисло-сладкий соус, острый соус. В пюре очень хорошо зашли корнюшоны. Идеально получается. И мне нравится, что весь ужин такой красный, красного оттенка. Цыплятам табака, крылышкам табака. Более чем достаточно того времени, которого они провели под гнетом тяжелой кастрюли. Под гнетом этого чугунного практически груза. База-гарнир-соус. Универсальная схема. Я пойду звать домашних, а новые рецепты в ваших руках. Продолжение следует...